Привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Вчера у нас вышел анонс и сегодня уже полноценно начался новый ультра уикенд, о котором я хотел записать вчера видеоролик, но по каким-то определенным причинам у меня не получилось этого сделать, поэтому записываю данный видеоролик сегодня, в котором бы хотел обратить внимание на задание, как вы помните, пару недель назад, когда появлялись у нас тоже ультра уикенды, я очень дико жестко хейтил за то, что там были довольно-таки, ну не сказать, что прям сверхсложные, но сложные задания, за которые призы были, ну максимально печальные, там я не знаю, какую-то расходку давали, количество контейнеров было максимально маленькое и у меня складывалось впечатление, что разработчики реально зажимают какие-то даже призы, при том раскладе то, что с этих ультра контейнеров ничего не падает, и вот, наконец-таки, то ли нас услышали, то ли в связи с тем, что эксперимент как бы в танках, и они не хотят потерять аудиторию и просто хотят забайтить на то, чтобы игроки играли, мы получили довольно неплохие призы с ультра уикенда, и получается все эти супер миссии связаны непосредственно с ультра контейнерами, и в сумме, если уж сплюсовать те дополнительные награды, которые у нас можно получить, проходя этот эксперимент, да, то есть там 50 тысяч очков, там еще какие-то были задания, я уже забыл, да, и плюс ко всему, эти задания с ультра уикендом, которые сделали у нас 5, 10, 20 тысяч очков, это как дефолт уже на каждом ультра уикенде, каждые выходные происходят, и плюс ко всему еще вот он мне там 1000 мин, да, 2 обычных контейнера, то я немножечко даже удивился, друзья, честно, то есть в сумме можно получить 20 контов, 20 контейнеров, и это после того, когда за такие подобные призы там в сумме давало там 6 контейнеров, там еще меньше, да, а тут уже полноценная 20, за которую реально можно формануть, и я, честно говоря, был этому моменту крайне удивлен, но если уж я записываю видеоролик, где жестко хейчу, и говорю, что как можно давать такие маленькие призы, где-то тут уже как бы можно и записать видеоролик, и сказать то, что довольно неплохие призы, за которые стоит поиграть, за которые я эти выходные точно подформлю, и в общем и целом потом запишу полноценный видеоролик, где открою данные 20 ультра контейнеров в сумме, и я считаю, что уж с 20-ти-то ультра контов, как в старые добрые времена, мне-то должно что-то дропнуть, правильно? Что касаемо еще данного видеоролика, я думаю, что здесь мы как бы совместим немножко разговорную часть плюс игровую часть, в которой я хотел бы рассмотреть немножко побольше режим штурма, но, наверное, мне было бы интересно посмотреть на штурм именно за атаку, поэтому я попытаюсь сейчас 2-3 катки поперепикнуть, ну и в этом видеоролике еще затронуть тему коинбоксов, вы помните, что в одном из видосов я уже спрашивал у вас, хотите ли вы увидеть открытие коинбоксов с моей стороны, да, хотите ли вы, чтобы мы все это дело открыли, и думаю, что в этом видеоролике поставим такую небольшую цель. Этот видеоролик выйдет в субботу, то есть полноценно с 7 ноября, и давайте договоримся с вами так, если этот видеоролик набирает 200 лайков за субботу, то есть за непосредственно, ну вот если он выйдет днем, там 12 сколько там будет часов, если он набирается 200 лайков, то я полноценно в этот же день, либо на следующий день, записываю открытие 100 коинбоксов, где проверяем там непосредственно уже саму теорию, сколько там дропается этих ультра коин замечательных боксов, да, как там можно зафармить, не зафармить, фармиться, фермиться, не фармиться, и все в этом духе, да, я, честно говоря, уже давно хотел посмотреть и открыть ультра, ой, ультра говорю, коинбоксы, и сейчас уже я полноценно, наверное, таки созрел к этому открытию, и давайте, если это 200 красивая у нас набирается на видосе, то я покупаю, открываю именно на этих уже выходных, и будем уже проверять шанс выпадения хорошего дропа с ультра, ой, ультра, почему я все ультра, ультра, с коинбоксов, я буду надеяться на то, что что-то хорошее мне дропнет, ну, а вы заодно и как бы и сами посмотрите, я не знаю, короче, друзья, кто-то открывает, вообще коинбоксы не открывает, если открываете, то напишите, пожалуйста, по этому поводу в комментариях, мне будет очень интересно почитать, да, может быть, вы мне сами там как бы забайтите больше, да, замотивируете приобрести себе замечательных коинбоксиков, да, вы скажете, что там очень жестко, круто дропает, и я такой, о, если вам жестко дропает, то может им не что-нибудь упадет, ну, и самому мне как бы интересно, да, проверить вообще падает с них что-то, не падает с них, я уже давным-давно не открывал, и при том раскладе, то, что они сейчас появляются, так понимаю, на протяжении каждой недели, да, то есть каждый выходной их можно приобрести, то надо проверить, надо проверить, у меня все-таки там около 600, ой, 600, говорю, 6 тысяч коинбоксов есть, ой, кой, да боже, что я несу вообще, с 6 тысяч именно танкоинов, я на полторашечку прикуплю, и там уже проверю, извиняюсь, что я тут какой-то, бывает, моментами дичь несу, просто я пытаюсь еще параллельно сконцентрироваться на бою, и сформулировать свою гениально умную мысль, поэтому в сумме получается не в катке, ну, хотя в катке нормально, я там доставил неплохо, а вот, что касаемо речи, то какой-то дичь заморозил, ладно. Вроде как все, что я хотел сказал, теперь давайте попытаемся выиграть эту катку, я хотел бы вообще посмотреть, сколько тут очков-то можно поформить в штурме на доставках, да, пока что, в принципе, складывается не так плохо, я, плюс ко всему прочему, здесь иммунитетик-то от заморозочки-то одел, и вроде-вроде пока складывается все благоприятно, неплохо, по резистику тоже неплохо залетел, так, на минки все, короче, схавать, и на респику лететь. 50 на 22 мы ведем на карте оса, на осе, это вообще одна из тех карт, где в штурме играть, ну, довольно-таки сложно, довольно-таки сложно, я вообще раньше, помню, говорил, что в осе без нормальных тиммейтов, и если против, есть хороший деф, вообще невозможно выиграть, но в данной катке вроде как все получается, 55 на 25, и при том раскладе, что катки как бы 6 на 6, то теперь-то за деф-то тоже потяжелее играть, то есть за атаку может быть даже в какой-то момент и попроще двигаться, да, ну, например, на таком хантере, когда ты просто берешь, там, стопы из челов на эзикаточке, да, может даже в каких-то моментах и проще. Но здесь уже мы точно выигрываем, у меня 240 получается опыта, очков, и сейчас посмотрим, сколько вообще по коэффициенту здесь дает, мне кажется, здесь вообще по коэффициенту в штурме должно давать прям реально неплохо, если сейчас даст, каких мне, ну, не знаю, сколько здесь может дать, ну, тысяч, а, так сейчас еще повышенные фонды, да, походу вдвое, тогда вообще должно неплохо раздать мне, так, только надо вот этот доставить, я не знаю, как только, а, не доставлю, ладно, не доставлю, ну, пофиг, мы все равно выиграли катку, 240, это без дополнительного икса мне должно дать где-то тысячу, тысячу где-то, а сейчас мне должны дать, в принципе, двоечку, если два кассика мне дают с этого боя, то это очень неплохой коэффициентик, ну, нет, 2к не дают, давайте сыграем еще одну, попробуем кассочку здесь на видосе, ну, это чисто как, можно сказать, тест и рассмотр штурма, как режима, на котором можно вообще фармить на время эксперимента, или нельзя на него фармить во время эксперимента, но это, я так понимаю, деф, да, это деф, но мы играем только за атаку, деф я рассматривать вообще полноценно не хочу, хотя деф тоже можно рассмотреть, знаете как, просто надо взять диктатор, механик, и как в старые добрые, друзья, нормально так навалить, но сегодня не про это точно видеоролик, сегодня мы можем поиграть только-только за атаку, поэтому надо немножко поперепикивать, и понадеяться на то, что меня запикиет все-таки за эту замечательную атаку, и мы сможем уже непосредственно рассмотреть, третий раз же за деф не кинет, да, это вроде атака, да, это атака, еще и ран, вообще великолепная карта, может быть я начну больше играть в штурме, если сейчас, например, катка себя покажет очень неплохо, давайте посмотрим, давайте посмотрим, по резистам, конечно, сейчас вообще дефолт, от продувов берешь, плюс там и зитка какая-нибудь, или еще какая-нибудь, пушка, которая тебя будет больше всего бесить, но здесь уже такие дефолтные резочки появляются, так, первый я доставил, наш тиммейт уже еще один увез, 20, так, и давайте еще один, тут, кстати, по очкам получается примерно то же самое, что в регби, да, если нормально ставить, то по очкам получается примерно то же самое, что в регби, так, резистов, кстати, от фреза нету, и крабики какие-то играют, вообще неплохо складывается, давай-давай-давай-давай, полетели-полетели-полетели, 140 за минутку, за минутку 140 очков, если бы еще бы никто больше бы из моих тиммейтов бы не возил, я думаю, что был бы вообще неплохой ферм, ферм-фарм, фарма-ферм, джига хочет меня поймать, там еще твинс, я так понимаю, сокращает дистанцию именно в мою сторону, ну ладно, я ему сейчас овердрайву дам, фарю, пусть постоит немножко, покурит бамбук, да, хорошо, плюс доставочка, плюс доставочка, плюс килл, плюс еще килл, так, ну и попробуем теперь доставить еще один, хотя бы, если еще один поставлю, то получается за 2 минуты у меня будет где-то порядка 300 очков, порядка 300 очков, это очень даже неплохой результат, ну, вот смотрите, например, твинс едет за мной, пытается меня слить, как вы думаете, получится у него меня слить, я думаю, что нет, так, давай, 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 о, сам меня же потолкнул, давай, 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 не затолкнулся, короче, он еще и овер прожил, многовато их там стоит, ладно, мне 91%, я только первый раз на резку ушел, наверное, я должен сейчас ставить, как раз я подъеду, мне красота, сейчас я с этой соточкой, как раз и влечу, в том, что он пытается именно меня контролировать, я вот, ты понимаешь, я ему сделал такого плохого, что он пытается именно контролировать, оп, 330, я уж подумал, катка закончилась, ладно, хорошо, еще один успею поставить, наверное, постараюсь, по крайней мере, а, по джигу попал, к сожалению, а, все, убедили, короче, больше мне не дадут, походу, поставить в этой катке, да, 345, 1600, за, пол боя, да, получается, полноценно, ну, как альтернатива, неплохо, неплохо, да, может быть, конечно, в регби можно зафармить побольше, но, 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 я вам скажу так, если в регби попадаются всякие хопперы, и прочие корпуса, которые вам будут мешать, то, можно просто-напросто хоп-хоп, зайти в штурмик, и нормально так повозить, понаваливать, пофармить, как альтернатива, очень, даже уверенный режим, на который, я бы вам посоветовал бы обратить внимание, это, наверное, все, друзья, что я хотел вам сказать, и показать в этом видеоролике, штурм, полноценный играбельный режим, по всем миссиям, мою точку зрения, вы услышали, если вам, ивент, ультра, вот эти вот, уикенды, да, заходит, если вы на экспериментике, катаете, то мой вам совет, открываем режим, регви, штурм, катаем именно там, формим именно там очки, при том раскладе, что это, ну, сделать не так уж и сложно, да, если там, берете какой-нибудь средний корпусик, смотрите, следите, понимаете, что делать, то реализовывайте, ну, и если на этом видосе 200 лайков, как я сказал, набирается, за, ну, непосредственно, день, как бы, да, тот, который, который выйдет видос, дабы я мог полноценно уже в воскресенье записать видеоролик с открытием 100 коинбоксов, то набираем, и выходит видос с открытием, ну, и там уже как бы увидим, дропает вообще с них что-то, или не дропает, у меня, друзья, на этом сегодня все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока.